Девятый ход. Ход нечетный. Первый игрок у нас Дженни. Дженни получает 1 доллар, меняет все свои 4 плюс 1 на 5 доллар. Также она, мы ей в фазе передышки ничего не меняем, также мы ничего не меняем Питу и она восстанавливается. Теперь, 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 что же сделать Питу? Давайте посмотрим какой же к нему ближайший из наиболее часто открываемых порталов. Это неизведанный остров. Он направляется туда. Раз, два. И сразится с культистом. Ему нужен не один, а два успеха. Плюс один. Плюс пять. Шесть. Плюс три. Девять костей, из которых два успеха. Проверки воли у культиста нету, поэтому мы бросим сначала пять, а потом еще четыре кости, если у нас на первом степени будет двух успехов. У нас есть один успех. Бросаем еще четыре. У нас есть еще три успеха. Достаточно. Ну, хотя бы этот трофей не потеряй, Пит. Далее, Пит у нас оказывается на плато Лен. Давайте посмотрим, а плато Лен у нас предпоследнее. Опять переходим к Дженни. Вытягиваем первую. Так, город Великая Раса нет, югот нет, другое измерение. Блеск золота захватывает ваш взгляд. Получите два доллара. Ну, Дженни, ну ты богатая. Уже семь долларов. Это несмотря на то, что ты постоянно давала свои деньги Питу. А Пит ничего не зарабатывает. Даже получив карту гонорара, он ухитрился ее потерять, чтобы не сказать красивше. Ай-яй-яй-яй, ну ты прям аж феминистка. Зарабатываешь деньги, делишься ими с товарищами. Настоящий борец за права. А, теперь у нас Пит. Для Пита нам нужен красный или зеленый контакт. Красный подходит. Плато Лен нету, читаем другое. Влажность и жара вас истощают. Потеряйте одну единицу здоровья. Одну единицу не жалко. И переходим к фазе мифа. Какого у нас теперь девятого хода? Даже несмотря на то, что это не карта. Не карта типа среды. Она будет в игре до конца следующего хода. То есть, не только этот. Все магазины закрываются. Магазинов у нас три. Мы их все закрываем. Так как один у нас уже закрыт на всю игру, все остальные будут закрыты временно. Это лавка магии и лавка интересностей. Далее, далее, далее. Еще одна улика в научном здании. Это хорошо. Так как в научном здании портал открывается довольно-таки редко. И смотрим, кто у нас передвигается. Передвигаются те же, что и в прошлом ходу. Мы помним, что в прошлом ходу никто у нас не передвигался. А теперь давайте посмотрим, что же происходит. Портал открывается на неизведанном острове. Там уже есть портал. Ну, так как у нас теперь раз, два, три, четыре монстра, то мы вытягиваем еще одного. А всех остальных, всех остальных четырех мы поставим на окраину. И также подождите секундочку. В хорошем ходу тоже был наплыв монстров, который я благополучно пропустил. Пять монстров должны быть на окраине. Ну, давайте сначала посмотрим, если монстр, которого мы достанем, будет передвигаться. Так. У нас еще один культист, он не передвигается. Далее. С прошлого хода мы должны поставить пять монстров на окраину. Пять и четыре с этого хода. Пять плюс четыре минус шесть минус один свыше лимита. Значит, мы должны поставить двух монстров на окраину. Это у нас оказывается дуль и еще один культист. Ну, культистов шесть, так что вероятность их попадания довольно велика. Также повышается уровень ужаса вследствие переполнения окраин города. И мы теряем одного союзника. У нас осталось одиннадцать минус три минус один семь. Соответственно, бросим одну и ту же культист два раза. Первый раз исключим, второй раз вытянем. Так. И нас точно не покидает первый союзник. И нас точно покидает четвертый. Раз, два, три, четыре. И нас покидает Рубистендиш. Как раз для этой игры наилучший союзник. Так как он давал нам плюс два скрытности. И также давал одну уникальную вещь, когда он к нам присоединился. Ай-яй-яй. Лучшего союзника для этой игры потеряли. Ну, лучшего, если мы дойдем, конечно, до боя. Но мы постараемся выиграть с запечатыванием порталов. Ну, и на этом наш девятый ход заканчивается. Поехали. Поехали. Вы prefерьте платить. Продолжение следует...